Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Огромное спасибо, что заглянули. Я очень извиняюсь за посторонние звуки. На улице просто ураган. Начался такой ветер. Прям, знаете, мгновенно, и он только разрастается. Но мне очень хочется снять мукбанг, потому что вчера я целый день бездельничала. А в такие моменты мне бывает безумно стыдно, прежде всего, перед собой. И у меня, знаете, угрызение совести. Когда я целый день ничего не делала, на следующий день я должна прям отработать, так скажем. И вот сегодня я решила снять мукбанг, снимаю влог. В общем, вовсю стараюсь. Итак, сегодня у нас с вами очень вкусная шаурма с корейской морковкой. Я знаю, что так готовят обычно в России. Но у нас никто не добавляет никогда в шаурму корейскую морковку. Эта идея появилась у меня просто спонтанно. Мама приготовила корейскую морковку, потому что друг детства ее любит. Я подумала, как раз она есть, можно сделать вот такую вот шаурму. Очень аппетитную, вкусную, быстренько приготовила. Попробуем. Как пахнет. Кстати, многим в комментариях не нравится, что я друга детства не называю по имени. На самом деле его зовут Бабаш. Я так его называю, потому что есть люди, которые впервые, например, заглянули на мой канал. И они не знают, что к чему, кто он. Конечно, для постоянного зрителя это немножко дико. Но для зрителей, которые впервые на моем канале, очень удобно понять, что к чему. У меня так часто бывает, заглядывая на незнакомые каналы по каким-то определенным тематикам, которые меня интересуют. И блогер начинает объяснять там, Костя вчера сделал вот это. Лена там сделала третье-десятое. Я смотрю. Я думаю, блин, кто такой Костя? Кто такая Лена? То есть это же не сериал, который смотрят, например, от начала до конца, чтобы понять, что к чему. Я это говорю просто для удобства. Бабашу, конечно, огромное спасибо. Он даже свой Wi-Fi вынес на улицу максимально близко к моему дому, чтобы мне было удобно. У него Wi-Fi был скрытый. У нас здесь по соседству есть один айтишник, который очень хорошо во всем этом разбирается. Он сделал этот Wi-Fi не скрытым, чтобы спокойно можно было заходить. Кстати, заметила одну особенность. У меня на компьютере любой Wi-Fi работает просто с любой точки. А телефон даже 14 Pro Max бывает в локации дома, где, например, он не ловит. Даже когда сидишь на первом этаже, любой Wi-Fi ловит. Надеюсь, что я все-таки этот мук-мак выложу, потому что на улице очень-очень шумно. Дом прям трясется, как будто сейчас развалится, как было при землетрясении. На самом деле, при землетрясении было гораздо все страшнее. Я не желаю никому это пережить. Даже если с вами ничего не произошло, в моральном плане это немножко сложно. все трясется вот так вот. Сочная получилась. Кстати, рецепт вам обязательно оставлю. Как только я сажусь кушать, все местные коты это моментально чувствуют. Кстати, в инстаграме я поставила опросник, чтобы вы мне поздравили интересный вопрос. Если вы до сих пор не подписаны на мой инстаграм, то обязательно сделайте это. Я рандомно беру любой вопрос вот так вот. Айка, если бы у тебя был парень, поддерживал бы тебя в ютубе, а потом после свадьбы, совместной жизни, начал говорить, не снимай. Ты много времени тратишь на это. Мне это не нравится. Вопрос задает Нигиар. Олива, Нигиар, тебе огромный привет. Что касается личных моментов, если честно, я сразу выбираю человека, которому нравится то, что я делаю. Я считаю, что я не делаю ничего плохого. Я в своих видео никого не оскорбляю, никого не задеваю. Ой, какой интересный соус, посмотрите. Я даже не думала, что он такой от Хайнс. Вот здесь в супермаркете нашла. Пахнет классно. Этот соус очень похож на тот, в который мы обычно макаем креветки в панировке. У Епоши я видела. Какой интересный соус. Он такой немножко сладкий. Кому интересно, вот скриньте. Немножко со стринкой. Но я, правда, острые соусы не очень люблю. Так вот, я выберу человека, который изначально за то, чем я занимаюсь. Сказать честно, пока что я особо не встречала молодых людей, которые говорили, ты чем-то снимаешь и так далее. Здесь в пределах нормы. Да даже в деревне мне все говорят, что я огромная молодец. Мне, кстати, вчера брат мой родной сказал, что я огромная молодец. Если честно, мы определенный период нашей жизни с моим братом не общались. Вообще. Не буду говорить из-за чего, как, почему. Но позавчера и вчера мы прям с ним целый день болтаем о том, о сём. И я понимаю, что всё-таки это самый родной мне человек. Вы знаете, мама, папа, родственники, все мне твердят одно и то, что уже пора замуж, уже надо, надо родить ребёнка. И они морально очень сильно на меня давят в этом плане. Мне это очень не нравится. Я всё понимаю, что всему есть своё время. Но если мне сейчас этого, например, не хочется или не получается по тем или иным причинам, я не считаю, что замуж, вот как для галочки, нужно просто выходить. Я считаю, что нужно выходить замуж именно по большой любви. Вот что, прям, ну такая вот любовь, что вот прям крышу сносит. И пока этого не будет, я не хочу замуж за кого попало. Просто потому, что мы идеально там друг к другу подходим, одной национальности, там, не знаю, плюс-минус. У него есть квартира, машина и так далее. Окей, выйду-ка я, пожалуй, за него. Такой расклад меня не очень устраивает. Меня многие не понимают в этом. А вот мы с братом поговорили. Мой брат говорит, никого не слушай. Ты даже до 35. Не найдёшь ты никого, живи для себя. Самое главное, чтобы тебе было комфортно, тебе было хорошо. И с мамой поговорил. И, блин, мне так легко сразу стало на душе. Большинство из, честно, вариантов, их находят просто мама, там, через родственников. Всё-таки я блогер, я ютубер. Все меня видят, узнают. Не то, что я как бы себя нахваливаю. Наверное, это прозвучит, что я себя прям сильно хвалю. Но на самом деле, когда я маме говорю, что ты на меня давишь с этой темой... Она говорит, а что я такого сделала? Я просто предложила, я просто сказала, я просто предупредила тебя. То есть, не особо меня понимают. Но, поговорив с братом, мне стало так круто на душе. Я поняла, что есть человек, который меня полностью понимает. И даже вот в плане детей у нас такой менталитет немножко, что надо выйти замуж в определённый период. И обязательно родить детей. Я сейчас не чувствую себя готовой к детям. Скажу честно. И все говорят... Ой, даст ребёнка, даст зайку, даст и лужайку. Но дело тут не в лужайке, не в материальной составляющей. Но морально к этому не очень готово. И пока что в данный момент в моей жизни мне, что греха таить, этого не хочется. Многие люди вокруг воспринимают это анормальным почему-то. Что как так? Я считаю, что если я встречу правильного человека, если я прям влюблюсь, мне само этого захочется. Но пока что это не произошло. Мне не хочется ради галочки просто создавать семью, потому что, ну, блин, уже надо как бы. У меня здесь подружка была в деревне. И она в 16 или в 17 лет вышла замуж. Но она действительно вышла замуж по большой любви. И у неё уже там дети, ходят в школу. Ну, и как бы все говорят, вот, у неё уже дети, они идут в школу. А ты ещё в девках ходишь. Ну, я себя чувствую безумно счастливым человеком. Мне всё нравится, как идёт в моей жизни. Я вот на данный момент своей жизни не хочу ничего менять. Как это вкусно! Получилось настолько вкусно, я добавила туда немного сыра. Корейская морковка. Грудку пожарила со специями. Помидорка, огурчик, соус. Причём соуса не сильно много добавила и обжарила на сковородке. Так слегка. И лаваш здесь такой вкусный, не то, что в городе. Короче, вот такие дела. Мне кто-то может подарить цветы, не знаю, проявить какие-то знаки внимания. Это нормально. Я считаю, что здесь нету ничего такого. Я никому особо ничего не обязана. Для девушкам, которые выбирают. И пока что особо никто меня вот сильно не зацепил, скажу вам честно. Мама говорит, что самые лучшие браки создаются по расчёту. Это, конечно, всё замечательно. Но для меня очень важно в жизни именно любить. И мама вечно мне говорит, что вот такой вариант ты потом не найдёшь. Таких вариантов больше не будет. Соглашайся. Так и не ответила на вопрос. В общем, я бы изначально не вышла замуж за человека. Человек, который был против моего рода деятельности. Это раз. Если человек изначально сказал, что он не против, а потом начал что-то там говорить, то это уже говорит о его лицемерии. Одно дело, я занимаюсь просто ерундой. Я воспринимаю этот род деятельности как свою работу. То есть я зарабатываю. И зарабатываю, скажу вам честно, неплохо. Плюс-минус моя работа, YouTube. Что касается домашних дел и так далее. Я считаю, что насколько это возможно в моём случае, в моём случае опять же, лучше свою занятость перенаправлять на других людей. Есть такое слово очень интересное. Оно просто крутится у меня в голове. Никак не могу вспомнить. Ну, в общем, насколько возможно разгрузить себя. Нанять человека. Или в неделю один раз вызывать клининг. Я не вижу здесь ничего плохого. Я когда про это говорю, почему-то в комментариях появляется куча людей, которые просто ненавидят меня за эти слова. Я не понимаю, почему. Если я могу заработать больше, я могу обеспечить работой какого-то гражданина своего государства, это дополнительное рабочее место. Почему нет? Я один раз сказала эту точку зрения. Давно, ещё где-то год назад. И как меня захейтили за это. Просто у нас женщины считают, что женщина должна работать, как и мужчина. И при этом успевать делать абсолютно всё по дому. Я даже смотрю реально на своих знакомых, которые работают. У них муж отработал день. Пришёл, лёг на диване. А жена отработала ещё, ей надо постирать, убрать, там, не знаю, приготовить на завтра. Какие-то заготовки. Я считаю, это максимально несправедливо. Есть и женщина, так же, как и мужчина. С утра до вечера работает. Особенно, если на работу надо ездить, плюс ей надо ещё делать макияж и так далее. Я за честные отношения и за равноправие. Но у нас как будто женщины, они ненавидят женщин. Они считают, что домашние обязанности целиком и полностью это проблема женщинам. Пусть не ходят тогда на работу. Я, в принципе, уже готова к хейту, так что пишите, почитаем. Постараюсь под этим видео как можно больше человек ответить. Естественно, если интернет позволит, потому что сейчас даже света нету, представляете? Мобильная сеть тоже очень плохо ловит, потому что ужасный просто ветер. На этом всё, мои хорошие. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки, подписываться. Всех люблю. С вами была Айка. Пока.